На глубоких работах даже тяжело подбирать слова, как они глубокие по своим меркам. Я как-то вообще от фотографии подхожу со стороны чувств и со стороны того, что оно мне может дать. Вот в чувством плане. Ну, попробуем выразиться. Вот, простите за такую какую-то психодрику, которая дальше пойдет. Вот, я писал доклад, и чем дальше я писал, понимал, что я уже в такие тепли влез. Ну, тем не менее. Представьте себе такой большой океан. Океан в расприятии фотографии. И верхний слой которого есть композиция. Это такое расположение объектов в кадре, при котором создается некая единая целка. Композиция является основой для творчества. Хотя, конечно, можно смело привать на нее с потолка, потому что каждый там делает все, что хочет. Но я считаю, что вначале нужно изучить композицию, понять ее, а потом уже нарушать ее законы. То бишь нарушать не потому, что мы ее не знаем, а потому, что мы это делаем осознанно для каких-то причин. И так будет правильно. Если мы опустимся еще ниже в нашу океану, в большую глубину, то дальше будет лежать свет. Потому что фотография есть суть на рисовании светом. Поэтому нужно использовать этот главный инструмент фотографа как можно чаще и практически всегда. Если есть возможность использовать свет, надо использовать свет. Причем свет не имеется в виду, что мы берем модель и целиком ее освещаем, чтобы лучше видно было. А мы создаем на моделях танец. Танец света и тени. Там, где есть свет, там, где есть и тень. Соответственно, что-то вы осветите, а что-то погрузится в тень. Граница разделов между светом и тенью называется светотеневой рисунок. Именно это является кистью, которая подчеркивает нюансы вашей фотографии. А нюансы, как обычно, собственно, из фотки делают именно фотографию, из большой буквы. А мы опускаемся еще ниже. И там находится новый слой. Национальное погружение в ситуацию. Такое особое состояние, при котором вы начинаете сами ожидать картинку. При этом эмоционально, как вы сливаетесь с ней, залитый утренний с солнцем, осенний лук. Начинаем ожирлять происходящее. И вот вы уже чувствуете свежесть осеннего утра. А рассудишь она. А вокруг моей птицы. И вот выходит солнце, и вы чувствуете его лучи на руках, как мягко они скревают и прогоняют прочь, начнут прохладу. Вы стоите посреди луга с островой, выше вашего роста. Осень уже и она уже сухостой. И на верхушках вылезает грец и первый стрекот. Выглядит это фантастически. Ощущать всем телом это просто прекрасно. А можно по-другому. Южный вечер приятно теплый. Только что солнце скрылось за горизонтом, и все вокруг потихоньку погружается в обратно наступающую ночь. Стоит абсолютное безветрие. И только на фоне темнеющего, рожеватого неба покачивается, имитируя движение ветра, очаровательная насекомая хищником пуза. Она словно призрак. Она нечеткая. Можно даже усомниться, что она вообще там есть. Но тем не менее, она там есть. Как вот в истории про суслика. А можно пойти еще дальше. Лето, жара. В ушах стоит стрекотание кузнечиков. Глаза щелешь до невозможности. Представили? В прохладной речке, где самцы, как стрекот красоты, невидимы для человека, ведут свой постоянный бой. Борьбу между собой за самок, которые пролетают по речке туда-сюда, в поисках лучшего места для откладывания еди. Вы можете рядом лежать, загорать на солнце, купаться в речке, а буквально параллельно вам идет очень интересная жизнь совершенно других красивых существ. И это, когда лежишь, сознаешь, это становится настолько интересным, это так затягивает. Иногда попробуйте выйти в поле или вот на той же речке ляжьтесь и прислушайтесь ко всем звукам, которые у вас вокруг. Попробуйте заметить, кто там живет. Вы поймете, что вокруг вас не тишина и покой, вокруг вас просто льется жизнь таким потоком, что его даже невозможно представить. А вот он сорвался куда-то со своей присадой и полетел. А куда он полетел? Может быть, он полетел драться с самцом, который на его территорию залез. Он будет его лети и его прогонять, потому что это его территория. А может быть, он самку встретил по пути и полетел, чтобы начать упрощить танец в речке. Тем не менее, смотря на фотографии, вы уже задаете себе такие вопросы и что-то взял в голове, рисуете. И тут мы подходим к следующему вине. Восприятие фотографии называется история за кадром. Это то, что зритель видит на фотографии, но то, чего на ней нет. Потому что зритель, он сам, ну как фотография задает ему вопрос, и зритель на него каким-то образом отвечает. А самые простые примеры. Изгиб позволяет человеческому мозгу зацепиться и сформировать образы. Что это? Танец, танцовщица. Спасибо Андрею Ветрову из Макроклуба. Вот перевернули. Это чешуйки гриба, белые на мой взгляд называют. Вот перевернули, получились горы, освещенные утренним светом. Этого нет на фотографии, нет никаких горы, а человек вот возьмет и убедит. То есть некоторый скрытый контекст. История за кадром. Сравнение. Образ, мысли, которые хочет внести фотограф до зрителя. А иногда мысли сами рождаются в голове, независимо от того, что хотел, или может даже и не хотел сказать автор. И это тоже прекрасно. Работа, задающая вопросы, она безмерно глубока. Когда же в работе отражается вся глубина, такая фотография, в моем понимании, является шедевром. То бишь в ней есть композиции, свет, эмоциональное погружение и история за кадром. Такие работы подчас получаются очень легко. Дом случайно снял и не получилось. А иногда они вымучиваются годами. Потому что нужно подобрать как-то объекты съемки, свет, всякие условия и так далее. Вот, например, эта работа для меня очень важна. Я ее задумал как некий такой протест. Протест против европейского благораживания парковой зоны. Когда весь подлесок просто стирается, ну, кусты различные, кустарники какие-то, травы, разнотравья, и заменяется сплошным изликим газоном, где, собственно, ничего не живет. И туда, ну, там ничего делать насекомых и птицам, как гали. Когда спиливаются мешающие кому-то деревья, спортируются большие площади парков, подстоянков, высыпаются пруды, потому что кто-то считает, что они, ну, уже заросли, и там поют эти мерзкие лягушки и мешают там отдыхать соседям из домов. То есть, погружаясь в холодный мрачный парковый лес, мы видим гриб, по сути, это чей-то дом. Бывший дом, потому что кто бы там ни жил, может быть, это лесные духи, может быть, какие-то феи, но вот те, кто вот невидимые смотрители леса, они в спешке просто сбежали. Они не вытерпели натиска человека, они просто сбежали. И за ними ушло все живое. Парки пустеют, редко поют птицы, а встреча с белкой становится каким-то безумным сюрпризом. Вокруг одной белки порой можно увидеть там 50 человек, как они все радуются и усилятся. Другой пример, я вдумал много лет, а снял буквально за час. Однажды выйдя на своей любимой торфяники, а это было как раз то самое лето с дымом, я увидел, как все охотно огнем, ну, собственно, дымом. Сколько жирности там погибло, я даже боюсь посчитать. Птицы, насековых, может, даже звери, может, там какие-то еще собаки погибли, или кошки, или все, что там попадает, в смертельную ловушку все погибает. И мне хотелось сделать какой-то такой предупреждающий кадр. С того времени он меня не отпускал идеи снять насекомое на фоне огня. Но при этом я понимал, что я не могу взять, просвести костер позади насекомого, ну, и снять, выхравдывать, потому что это будет неправильно. И тем более, что все эксперименты с огнем, как известно, оканчиваются трагедией. Ну, зачем это нужно? Огонь должен быть метафором. Я долго работал со вспышками, выбирал всякие объекты, но никак не мог подобрать интересный результат. И вот сколько времени прошло, и первый такой результат, который меня действительно дотворил, он получился в прошлом году осенью в Новороссийске, где я, собственно, снимал импуз. Вот. Я заметил полосатую импузу на интересном сухом растении, которое представляло собой копну сухих соцветий на длинных ножках. Интереснее всего, растение выглядело именно сверху, эдакое множество звездочек. Да и импуза расположилась рядом с одной из них. Оживить задний фон я попробовал с помощью вспышки с цветным фильтром, и это дало неожиданный эффект. Каждая ножка соцветия, вот эти вот такие линии, она засветилась. И потом я уже подобрал, конечно, мощные вспышки, и получил именно тот кадр, который хотел получить все эти годы, такой вот динамический пожар на заднем фоне. Причем огня тут нет. Это метафора, которую я так давно хотел получить. Фотография – это, несомненно, визуальный язык, который позволяет донести до зрителя некоторую идею, ну или какое-то послание. Поэтому хочется еще раз повторить, прежде чем снимать что-либо. Подумайте, какое послание вы хотите дать зрителю. Подумайте, какую идею вы хотите ему преподнести. Напоследок хочу показать небольшое слайд-шоу из фотографий, собранных за несколько лет. Они разные по сути. Есть... Есть просто объект, снятый, так сказать, есть, снятый дом, но в большинстве сняты природные условия. Просто, ну, разные красивые фотографии, которые позволят вам отдохнуть от всей этой ерунды, которую я вам наплёк. Ну, надеюсь, простите меня, Грэг Голден, что я использовал его композицию этому делу благотворительных целях. И никакой за это выручкой не важно. Грэг Голден Грэг Грэг Продолжение следует... 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 Продолжение следует...